пожалуй главная игра этой неделе оли оли world игра про скейтбординг и как говорят один из лучших платформеров последних лет я не фанат скейтбординга никогда не вставал на доску и в общем даже в игр по моему никакие не играл тони хоу эта серия которая прошла мимо меня несмотря на то что я собственно многократно видел выходящие игры из этой серии другие игры про скейтбординг но оли оли world выглядела очаровать очаровательно когда я еще видел трейлеры по ней в общем тоже ждал ее немного да но не знал что он выйдет настолько крутая игра на прям говорят топовая игра которая в конце года будет во всяких списках лучших индии 2022 года вполне возможно так ну что ну давайте посмотрим окей здесь я так понимаю уже заставку я посмотрел и она не повторяться не будет и мы сейчас уже погрузимся вот в этот мир скейтбординга который специально создан для того чтобы главный герой пришел видимо к успеху стал королем этого мира и мы начинаем верно со стартовой локации посмотрим как собственно сейчас у нас все здесь пойдет я конечно буду чувствовать себя здесь полнейшим профаном игра кстати не работает на клавиатурах что наверное логично все-таки геймпады идеально подходит для игры игр про скейтбординг но то что вообще клавиатура не поддерживается это немножко достаточно радикально поэтому пришлось мне доставать пыльный мой геймпад и собственно придется мучиться с ним потому что я мало игры играю с геймпадом поэтому двойне буду плохо здесь ну что погнали солнечная долина это первая локация с которой все начинается нам нужно будет пройти обучение я еще ничего не играл собственно только посмотрел заставку меня перенесли на стартовую локацию но я еще не успел поездить добро пожаловать в редландию погнали но сделано видно качественно приветики батя ты последний скейтер на сегодняшнем отборе мы пока что лишь еще даже отборочный раунд не прошли справедливо умеешь отталкиваться ох я вообще пока ничего не умею болен нет я не умеют научи это просто мы все объясним спасибо ребят чтобы отталкиваться запрыгивая на доску и передвигать вперед с помощью одной ноги или как я обычно говорю жми а полезный совет более полезный совет в самом деле отталкивание вообще-то помогают разогнаться это кстати логично как мне кажется физика все дела жми а и лети как ветер малыш вот слушай крутой майк я буду слушать тебя потому что твои советы самые дельные из всех этих ребят погнали итак отталкивания я буду учиться мне нужно учиться я никогда не играл ни во что полотно отталкивание позволяет поддерживать скорость нажимая чтобы отталкиваться сделали 5 отталкивание заверши уровень чтобы продолжить давай попробуем мне нужно о погнали да блин скорость такая пошла сразу резко так окей давай отталкиваемся одно отталкивание А я не вижу, что я ускоряюсь. Так, я могу достаточно часто ускоряться, как я сейчас заметил. И даже зажимать кнопку, да? Слушай, вау, да ты настоящий профи в отталкивании. Да, это было несложно. Может быть, это как раз та игра про скейтбординг, которая показывает скейтбординг во всей его крутости, но которую могут освоить даже вот казуалы полные. Ну или, по крайней мере, освоить могут, стать мастерами будет сложнее, но если это такая игра, то это прям будет кайф. Потому что мне всегда хотелось во что-то такое сыграть, но мне всегда казались, что игры про скейтбординг дико сложными. А здесь пока что она очень дружелюбно выглядит. Ну, по первым впечатлениям. Возьми Крабодавы Солти в награду за прохождение этого этапа отбора. Тут кастомизация персонажа, кстати, класснейшая. Я просидел минут 10 и стал ее записывать. В итоге выбрал что-то достаточно такое банальное, скромное, но мне подходит, как мне кажется. Но вообще здесь с этим все очень хорошо. Я чувствую в тебе задатки истинного скейтмастера. Ой, ну не надо вот этого, вот не надо. Да, тут, видимо, суть игры, цель игры стать скейтмастером, в конце концов. Но шифон, конечно, забегает далеко вперед. Шифон это одна здесь из главных скейтеров, я так понимаю. Она выглядит весьма загадочно, кстати. Ооо, наверняка избранные. Они, по-моему, издеваются надо мной сейчас. Шифон так каждому встречному поперечь, чтобы говорит. Вот, 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 это то, что я так и понял, как тут дела происходит. Покажи-ка, что еще ты умеешь, малыш. Да пока вообще ничего не умею. Так, ну окей. Во, новый скейтер сблокированный. Но они мне пока не нужны. Переодеваться сейчас я не буду, конечно. Отталкивание позволяет поддерживать скорость, нажимая, а, чтобы отталкиваться, как я это сделал. В чем прикол? Видимо, нас ждет следующий уровень, следующий уровень обучения. Да, мы прям переходим по вот этой карте. Но вот это все вот очень классно устроено. Сразу вспоминаются какие-то старые игры, где вот такие карты. Сейчас их, они редко используются. Понятно, что это больше, мне кажется, игра для портативных платформ, для свеча того же, да? Но все равно здорово и на ПК смотрится. Музыку можно менять, кстати, треки здесь. Все очень, все очень как-то демократично по отношению к игроку. Так, персчайка. Ну, это базовые трюки мы начнем изучать. Погнали. Вот здесь начнутся первые сложности. Я думаю, я только обучение сейчас пройду, мне, с меня хватит. Так, мы знаем, что ты мастер отталкивания. Но умеешь ли ты делать трюки? Ну, батя, я сейчас покажу. Почему его звать батя? Он вообще не похож на батю. Ну, ладно. Так, давай научи меня, научи. Можно, конечно, повылупаться. Повылупаться, притвориться опытным, но это не так вообще. Зачем обманывать? Трюки лежат в основе каждого нашего движения. Глубокая мысль, шифон. Она здешняя жрица, как я понимаю. А сьюзи она такая достаточно, как и крутой майк, такая приземленная. Ага, с помощью трюков можно перепрыгивать препятствия и промежутки между рейлами. Я не знаю, что такое рейлы. Расскажите-ка мне, что такое рейлы для начала. Увидимся через пять трюков. Ладно, окей, батя. Договорились. Слушай, а эти персонажи, со временем ты к ним привыкнешь, если с ними вот так много диалогов действительно будет, то, очевидно, здесь сюжет это не главное, да, повествование. Но персонажи сами по себе яркие. То есть даже вот в этом плане игра действительно хороша. Ну, видно, что это топчик на самом деле. Даже вот еще ничего не было, а я уже чувствую, что это топчик. По крайней мере, в манере подачи это ощущается явно. Так, базовые трюки. Чтобы сделать трюк, удерживай L в любом направлении, и затем отпусти в разных направлениях, и выполняются разные трюки. Используй трюки, чтобы преодолевать препятствия и опасность. И делай пять трюков и заверши уровень, чтобы продолжить. Так. Ну, попробуем. Давай, я готов. Ага. А можно как-то... Я, по-моему, одни и те же трюки делаю. Пойдет, хватит, или мне нужно еще что-то сделать? Ну, комплай. А тут как-то эти трюки называются. Hill Flip. Kick Flip. Сложное название для меня. Со временем, наверное, запомнишь и их. Черт возьми, крутой Оля. Я вообще не понял, что я делал. Какие-то трюки. Что-то рандомное у меня получилось. Видимо, это считается за трюки. Пойдемте в сахарные апартаменты на соседней набережной. Я так понимаю, это следующая локация, да? Думаю, пора тебе попробовать себя в испытаниях, Майка. Майк, у тебя есть свои испытания? Ух-ху! Вот это я понимаю. Крутой Майк, я вам рад. Испытания Майка могут быть опасными. Возьми-ка вот это, шлем Солти. Я обойдусь без шлема, у меня крутая шапочка. Я оделся, конечно, немножко так по-зимнему, что ли. А тут явно лето. Но окей. Буду немножко таким странным парнем здесь. Почему бы и нет? Обучение завершено. Я не очень обучился этим трюкам. Я понял, что нужно вертеть во время прыжков. Что-то типа того, да? Так, окей. А теперь мы приходим, собственно, в сахарные апартаменты. Погнали. Ну как все это выглядит кайфово? Просто музыка. Все сахарно, так сочно. Йоу-йоу-йоу-йоу! Дай покатайся или давайте поболтать. Не, давай поболтаем. Мне нравится с ними болтать. Удивительное дело. Пришло время для... Испытания Майка. Проходить их не обязательно, но испытания делают тебя еще круче. Чтобы заглянуть в мой классный список испытаний, нажми старт, когда захочешь, что ли. Судя по всему. Если упадешь, не беспокойся. Мы приготовили для тебя один маленький сюрприз. Наш скейтмайстер-шифон вернет тебя на трассу. Да-да-да, я буду на... Ох, она волшебница, и правда. Да-да-да, я буду на твоем пути, словно волшебный чекпоинт, если тебе понадобится моя помощь. Волшебный чекпоинт это то, что мне явно пригодится. Так, что-что тут... Ой-ой-ой, пошли реальные испытания. Я вообще сейчас, конечно, не буду их пытаться делать. Это явно сейчас не мой уровень. Выполни четыре разных трюка с приземлением. Не лопни от надувных китов. Что? Какие еще надувные киты? Ну, главное, наша цель сейчас нас интересует. Заверши уровень, заверши уровень без использования чекпоинтов. Это дополнительное, да, задание от шифон. И за это ты получишь, видимо, награды какие-то соответствующие. Так, а что еще? Тут есть таблицы лидеров, друзья, понятно. Можно соревноваться с друзьями. Ну, пока что будем соревноваться с самим собой, я думаю. Погнали. Опа! Ну, без чекпоинтов не получилось. Слушай, тут уже нужно что-то делать, да? Мне нужно, видимо, начинать все сначала. Ага, и здесь можно посмотреть, если что. Еще раз испытание. Понятно. Ну, давай сначала, заново начнем. А тут, собственно, чекпоинта-то не было. Так. Я не знаю, нужно ли было трогать этих... Китов? По-моему, там нужно было их избегать. А это что такое? Я что-то активировал. Ну, пока просто катимся. Я даже не отталкиваюсь, потому что я боюсь ускоряться, на самом деле. Опа! Провал. Слушай, ну, надо научиться, надо научиться. Как тут работают отталкивания. Все вот это. Нужно в какой-то момент опускать правильно, что все это. Ну, вы видите, насколько я в этом геленуб. Но что-то хочется мне здесь явно освоиться. Так, я перепрыгнул кита, по-моему, хорошо. Еще одного. Вот уже лучше получается явно. Так, главное просто перепрыгивать пока что. Вот этого не перепрыгнул. Ну ладно, пойдет. И тут опять я врезался. Нужно разгоняться, черт. Короче, нужно разгоняться и прыгать в нужный момент. Пока что я понял. Я не буду пытаться какие-то трюки тут делать. Главное мне просто пройти этот уровень. Справлюсь ли я хотя бы с этим. Это ведь обучающий чертов уровень. А у меня уже проблемы пошли. Так, разгоняемся, разгоняемся. Прыгаем нормально. Идеально. Так, ну окей, пойдет. Активировал. И вот здесь нужно сейчас разогнаться. Хорош. Опа! Почти, почти перепрыгнул. Забыл разогнаться, черт возьми. Слушай, ну хорошо, это легко. Я понимаю, что это легко здесь как бы погибать. Это вообще не очень, да, падать. Но думаю, для человека, который впервые играет во что-то подобное, это нормально, окей. Я не буду себя сейчас сильно винить даже за это. Так, хорошо, пошли. Игра про скорость явно. Хорош, прошли. Опять, опять забыл запрыг... Блин, слушай, это не сложно. Это не сложно, нужно просто к этому привыкнуть. Я, черт возьми, должен пройти этот уровень. Нужно запомнить, на самом деле, его. Чтобы здесь стать мастером, на самом деле, наверное, действительно нужно достаточно долго совершенствоваться. Потому что игра ошибки-то особо не прощает. Хорош, поехали, поехали, поехали. Нужно понять, какие моменты опускать лучше всего. Перед прыжком или чуть раньше? Вот когда к трамплину подъезжаешь... Как долго нужно зажимать? Хорош. Вот сейчас пошло нормально. Поехали. Поехали. Так, дальше вот я не проходил вот этот сложный участок. Получилось. И я финишировал. Ну это было просто, блин, возьми, черт возьми. Какой у меня результат? Это более-менее нормально? Это было невероятно. Ну ладно, Майк, не гони. Это нифига не невероятно, я уверен. Я не верю своим глазам. Ну за что ты гонишь? Он просто рад, что кто-то его испытание прошел. Мои глаза сами себе не верят. О боже. Да, Сьюзи, Сьюзи понимает, что здесь происходит. Так, ну и что? 682 за заезд. Это прям хорошо, да? Завершил уровень. Завершил уровень без использования чекпоинтов. Это точно не про меня. Я получил явно самую низшую здесь медаль. А слушай, можно посмотреть повтор, что ли? Как я понимаю. О, повтор того, как я проезжал, да? А какой-нибудь фоторежим, что-нибудь здесь крутое есть такое? Нет, да, ну если что, можно посмотреть, как, собственно, свой проезд. Но здесь у меня не настолько хорош был, чтобы его пересматривать еще вдобавок. Окей, продолжаем. Давай, я еще готов еще один уровень попробовать пройти. Что там дальше у нас ждет? Пока мы проходим линейно все. Потом наверняка будут развилки вот в этой... На вот этой карте. Бичфэй. Погнали, что тут... Что у нас тут? Ты самый талантливый кандидат, которого мы когда-либо видели. Ой, батя, батя. Погоди-ка, ты же знаешь, кто такой скейтмастер, правда? Ну, я что-то слышал про это. Заставка, правда, была на английском, я не успел поменять язык. Так. Ну, давай-ка объясните мне еще раз. Вообще-то я и сам не уверен, но не хотел спрашивать. Шифон у нас действующий скейтмастер Эдландии. Ну да, скейтмастер, главное. Главный тут. Как ее лучшие друзья и признанные скейт-эксперты. Я так понимаю, это потому что не первая игра в серии. В серии достаточно известная. В узких кругах, как минимум. Поэтому, собственно, возможно, это как раз персонажи из прошлых частей. Мы собрались, чтобы отыскать нового избранного. Классика. Скейтмастер это тот, кто достиг наивысшего скейта состояния гнорванное. Понятно. Ребята немножко упоролись. Но это хорошо. Тут, наверное, по-моему, это как раз таки уместно. Он выступает проводником между людьми и скейтбогами. Хорошо, хорошо. Как телефон? Или факс? Какой еще нахер факс, батя? Никто уже факсами не пользуется. Скорее, как одухотворенный скейт-шаман, ставший единым целым со скейтом и верным другом пяти скейтбогам. Есть еще и целые скейтбоги. Но, Шиф, нам точно нужно найти замену. Тебе разве не нравится быть скейтмастером? Она хочет уйти на пенсию, похоже. Да, это очень весело, но мне пора в отставку. Это, кстати, правильная позиция. Всем бы так. Ну, хватит блтал на ней. Пойдем кататься. Давай, погнали. Так, что нам? Просто нужно пройти уровень. Заверши уровень без использования чекпоинтов. Я постараюсь. Выполнить три разных трюка. Ой, я не буду смотреть испытания. Здесь что-то явно не для меня. Погнали. Смогу ли я с первой попытки пройти? Я сомневаюсь. Ой, ну это уже сложнее, я вижу. Ой, тут надо было взять звезду, но я не смог. Так, а бананы-то хорошо или нет? Пока непонятно. Вот это был сложный участок. Я беру бананы. Блин, тут нужна реакция хорошая. Это не про меня же вообще. Я финишировал без фейлов. Слушай, я доволен собой, я доволен собой. У меня что-то получилось. Банда, мы смотрим на будущего скейтмастера. Я уверен, черт возьми. Я хочу увидеть больше, чем выскажу свое мнение о Сьюзе. Какая критичная. Ну и правильно. А ты крепкий орешек, Сьюзе. Ребят, вы слишком легко повелись на меня. Я просто хочу быть абсолютно уверен. Все правильно. У меня даже, по-моему, камера. Она хочет снять настоящий репортаж про настоящего скейтмастера. Я, по-моему, таким еще не стал. Но вот этот уровень бичвей заставляет меня надеяться, по крайней мере, на то, что я получу удовольствие и смогу пройти эту игру. Как минимум. Слушай, ну, тут действительно глубина чувствуется. То есть ты можешь просто проходить уровни кое-как, как я, например. А можешь творить действительно какие-то приемы, трюки, которые я пока не научился делать. Это точно. И совершенствоваться, и бить рекорды, и там проходить на идеальные очки, и все испытания проходить. В общем, здесь каждый найдет свой стиль прохождения. На все достижения, или просто для получения удовольствия, или для расслабона. Каждому, по-моему, Oli Oli World подойдет. Игра явно удалась. Сложно понять пока, насколько она прям действительно затягивает. Пока все достаточно так как-то ровно проходит. Но я вижу, что здесь потенциал у игры действительно огромный. Огромный. Что ж, в следующий раз мы сыграем какую-нибудь другую новинку. А на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. И пока что всем пока.